Здравствуйте, это я. Я пришла в торговый центр сканси. Мне нужно в магазинчик, который называется Кикс, косметический, парфюмерный, но он с 11. И поэтому я сейчас похожу в сети маркете, что-нибудь вам покажу, может быть вам что-то понравится. Вы мне говорите, я вам расскажу об этом товаре. Вот здесь люмене, это финская марка, на 20% скидка. Сейчас мы с вами пройдемся так немножечко везде. Немножечко, немножечко везде пройдемся и посмотрим. Вот такая корточка 10 евро, такая же желтенькая. Ну, неинтересная совершенно. Совершенно неинтересная. Тосараха это означает конкретную какую-то сумму. Вот какие-то кофточки, куболочки. Вот видите, такая вот цена. Я люблю полосатые, знаете, люблю. Все, 6 евро. А вот однотонные, вот эти, наверное, нет, это тоже 6 евро. Наверное, вот эти маечки по 3 евро. Да, эти маечки по 3, потому что здесь, видите, написано по 6 и по 3. Ну, вот полосатенькие мне нравятся. Полосатенькую я бы носила. Такую вот, скажем, зелененькую, полосатенькую за 3 евро. Ну, это же размер маленький, эссочка. Не для меня. А так она хорошенькая. Вот такая полосатенькая эссочка тоже. И тоже хорошенькая. Вот, это элечка, желтенькая элечка за 4 евро. Но мне такое не надо. Вот, смотрите, какие нарядные, принарядные такие кедики, скажем так, как. Назовем их кедиками, 17 евро. С камушками. Ну, я не очень люблю такое, знаете, много всего навороченного, наветленного. Не люблю я такого. Вот. Здесь вот какие-то босонушки. Вот такие вот. Вот кожа. Значок кожи стоит. Вот. 30 евро. Вот эти вот гораздо поинтереснее. Сейчас посмотрим, сколько эти стоят. Эти стоят тоже 30 евро. Они тоже кожаные. Ну, сами понимаете, за 30 евро, ну, никак не надо. Никак не надо за 30 евро. Вот такие вот, знаете, они легкие, хорошие. Ну, 40 евро. И потом вот эти вот ортопедические. Вот тут вот на пяточке, на носочку. Вот здесь поднято. Я в таком бы никогда не смогла ходить. Вот 30 евро просто тканевые. Очень дорого. Есть другие магазины, более дешевые, где можно купить все это. А здесь такие тоже кедики, кедики, кедики. Такие легенькие, 20 евро. Ну, у меня такие точно есть, черные. Я их ни разу не одела. Вот. Потому что. Потому что. Некуда даже и одевать. Ну, вот. Пять пар носочков. 5 евро. 74 процента скидка написано. Такие вот, типа, балеточек за 5 евро. Видите? А вот такое, знаете. Не, ну, в принципе, можно, можно и такое иметь. Вот 10 евро. Ну, я вот, знаете, как вот влезла в одно. Вот в одно. Вот в такие вот влезла. Вот и вхожу. У них уже почти сегодня 30 число уже. Месяц лета закончился. И я начала в мае месяце в них ходить. Вот. Поэтому. Ну, тут детское что-то по 10 евро. Я Настюшу своей покупала раньше. Когда она была совсем маленькая. Вот так. 15 евро. Смотрите. Две упаковки по 12. Туалетной бумаги. И одна упаковка за 8. Для рук. Вот в таком мешке. Стоит 15 евро. Вот здесь какая-то постельная принадлежность. Сейчас посмотрим. Химтекс. Я люблю эту фирму. Я вам говорила. 20 евро. Ну, дорого. Дорого. Вот. А это 10 евро. Это хорошие комплекты. Видите, здесь идет, значит, пододеяльник. 150 на 2. Вот. И наволочка. 50 на 60. 10 евро. Вот. Ну, у меня есть тоже. Так. Это, наверное, двойной. Да. 25 евро. Двойной. 2.30 на 2.20. И 50 на 60. По идее должно быть две наволочки. По идее должно быть две наволочки. Так. Этот. Этот 15 полосатенький. Тоже хороший. А этот сколько? Тут что-то не вижу. Что-то тут не вижу цены. Не вижу цены. Так что, если кому-то что-то надо купить, то можно не спеша по скидкам купить много неплохих вещей. Давайте здесь посмотрим, что здесь такое. Тасараха. Это вот видите, тасараха. Это написанная цена. Конкретная цена. Без... Ну, мы не можем посчитать, сколько там скидки. Вот написали такую цену и всё. Вот. Такое. Видите? Постельного. По 25. 15. 15. Ну, нормально. Я вам скажу, нормально. Вот такие две подушки за 10 евро. 10 евро. Две подушки. Вот они. Две подушки. 10 евро. Вот такие вот подушечки. Ну, у меня тоже есть. У меня новых подушек. Знаете, сколько бежит? Наверное, 4 или 5 новых подушек. Вот. Давайте здесь ещё посмотрим, что здесь такое у нас интересное. Такой лоточек хороший. Это, наверное, для этого самого... Для духовочки. Вот такая всякая мелочушка. Мелочушка такая всякая. Я, вы знаете, уже такого не хочу. Это раньше... Ой. Перецепил их через свою тележку. Вот она, моя помощница. Раньше, когда приехали, ничего ведь не было. Поэтому покупали всё подряд. Всё нам надо было. Мы всё покупали. Я всё ездила, покупала. Потом пошла на работу. Тоже ездили мы с Юрой. Часто покупали, кстати, в терпутории. Вот. Потому что там тоже часто можно было... Я много покупала комплектов белья. Новый, запечатанный. Особенно, когда магазин Антела у нас закрылся. Сдавали, видно, с магазина прямо упаковки постельного белья. И 3 евро, и 5 евро стоил. Так, арбузики у нас. Посмотрим, арбузики. Я ничего не буду покупать с фрукта. У меня всё есть. Просто покажу вам цену. Евро 49 арбузики. Я Лёве вчера дыньку отдала. Вот. Бананчики отдала. Поэтому есть там у меня ещё кое-что. Я покупать не буду. Тем более, что завтра, если будет нормальная погода, опять пойду. Вот этот вот... Тик или как он там называется. Я тоже его никогда не покупаю. Такие хрустики солёные. Они такие солёные. Ужасно солёные. Так, 6,99. Конфетки на развес. Когда вот это было всё закрыто в связи с этим... С карантинником. Конфеток не было на развес. Убирали. Я вам всегда люблю показывать суши-бар. И сейчас покажу. Вот такие цены. Вот такие. Вот написано лопу. Этого нету. Туникала. Это рыба. Как же её называют? Забыла. И вот, смотрите. Суши-суши. Можно такую заказать себе. Такую заказать. Вот с большими креветками. Вот. Я не знаю. Как-то давали. Я вам показывала. Да. Давали мне. Как-то. Я даже и не стала и распечатывать. Сразу взяла и всё и выбросила. Даже Нине предложила. Она говорит. Не, мы не будем. Ни я, ни Лёва. Мы не привыкли к такой еде. Хотя я вам скажу, например, Настюша моя, ей очень нравится. Она даже делала с девочками, когда здесь жила в Хельсинки. Она с девочками всё покупала, и они делали суши. Я такого не хочу и есть не буду. Вот. Вот это моя еда. Видите, такие тортики шикарные. Вот это то, что я бы ела. Рулетик. Вот такой был у меня рулетик. Вот. Эти тортики вот на 30% скидка. Эти тоже на 30% скидка. Вот такой тоже мне как-то давали. Очень вкусный тортик. Это вот у меня Юра любил такое. Вот всё сладкое. Вот такие вот корзиночки тоже очень вкусные. Всегда покупаю. Они часто бывают просто по евро. Вот. Тогда мы всегда с Натой набирали их по 5-6 штук. Я тогда ещё не ходила за продуктами. Но то есть они по скидкам мы всегда набирали. Вот. Очень хорошо на завтрак. Сыр тоже мне не надо. Вот. Вот колбаска кабаноси. 99 центов. Я вам скажу, что это очень вкусная колбаса. Очень. Вот она сейчас получается 2,75 килограмм. А так она вот стоит 2,49 обычно. Вот. 360 грамм. Это очень вкусная колбаска кабаноси и колбаска венгелем. Они очень вкусные. Там очень много мяса. Действительно колбаска, в которой есть мясо. Вот. Ну рыбу я вам тоже всегда показываю. Здесь что-то такое готовая такая-то еда. Давайте рыбку здесь копчененькую посмотрим. Вот я такую всегда вот беру. Вот. Вот такую вот холодного копчения. Вот. Она по 18,95 стоит килограмм. Ну а так рыбка бывает 800 грамм, 900. Что здесь у нас? Здесь у нас 70 грамм какие-то бутербродики что ли. Тут что-то такое. Какие-то сосиски. Тут какое-то мясо целепихли. Ну вот это пихли, это значит быстро так его раз-раз уже и приготовил. На сковородку и так приготовил. Тут мясо, тут фаршик. И очень, видите, вот это где написано торнюс. Это все то, что по скидкам. Видите, так много скидочного товара. Точно так же здесь, там где куриное все. Вот смотрите. Вот. Все по скидкам. Скидкам, по скидкам, по скидкам. То ли люди перестали после этого кризиса меньше покупать. То не знаю, я не могу вам сказать. Но в какой магазин не зайдешь? Вот куриное филе килограмм 8,95. Это очень дешево. Вот. Вот даже это салат. Куриное филе 7,89. Вот такие мы раньше курочки брали. Сейчас они евро 99, а вообще по полной цене 2,69. Но раньше они были по 99 центов. Здесь тоже куриное куриное. Вот крылышки люблю. Вот мне давали, да? Упаковку крылышек. 3,95. Вот здесь холодно. Здесь холодно. Здесь всегда холодно. И тут все везде, везде по скидкам. Вот. Все везде, везде по скидкам. Так что давайте пойдемте дальше. Молочные зайдем, конечно. И я ничего не буду. Йогурт фирмы Валио. Это греческий йогурт. Вот. Просто посмотрим, что здесь. Просто же мне надо время убить. Ну, я там еще наверх поднимусь на второй этаж. Вот тут какие-то десертики. Шоколад и кокос. Ну, написано протеиновые. Это я такие, знаете, с протеином ничего не люблю. Вот такую штучку мне давали, да? Вот я еще и не съела ее. Вот она стоит 45 центов. Вот. Такую штучку мне давали. Что тут по 95,5? Это протеиновая. Протеиновая, протеиновая. Вот. А когда приехали, мы, конечно, все покупали. Нам хотелось все попробовать. Это маслечко. Все хотелось попробовать. Все было так для нас нового. Все было для нас вкусно. Вот. И здесь майкатон. Без молока все. Видно вот на этом самом, на кокосовом молоке. Или на каком-то там. Вообще такое. Ну, не молочное. Вот. Так что, все было интересно. Давайте здесь пройдем через этот холодильник. Вот тоже что-то по скидке. Вот готовые такие блюда. Вот это супы всякие готовые. Я вам рассказывала. Видите? Уклины будут такие. Они покупают. Вот. Вот это я вам рассказывала. Сисконмаккара. Сисконмаккара. Это вот такой супчик с этими... С фракадельками. Которая колбаска такая длинненькая. И ты ее так выдавливаешь и кушаешь. А это кашка рисовая. Кашка рисовая. Две штуки 3 евро. Ну, тоже, кто не хочет приготовить. Это нам вроде наших оладушек. Они есть вот со шпината оладушки. С морковки оладушки. Они вкусные тоже. Вот. Это вот картошечка запеченная. Это мясо запеченное. Такие коробочки. Вот. Это с чесночком картошечка. И все по скидочкам. Покупают люди. Покупают. Вот. Тут тоже вот два вот таких блюда. Три пятьдесят стоят. Вот. Вот такие вот... Бролерки у саус. Это значит бролеры с картошечкой. Вот. Вот такие вот шарики говяжьи. Вот они третьего, седьмого срок годности кончаются. Их уже поставили на тридцать процентов. Если их не раскупят, может быть, до завтра, сегодня. Их, может быть, завтра нам привезут. Вот какая-то пасточка. Пасточка. Эта пасточка стоит евро. Очень дорого. Очень дорого. Вот смотрите. Юхломокка. Четыре тридцать девять. Вот. Но очень часто бывают скидки. Десять евро. Три пачки кофе. Это получается там по три тридцать три. Вот. Я... Юра мой всегда только это кофе пил. Только это. Поэтому я всегда покупала для него только этот кофе. Вот. Другого он кофе не признавал. Вот. Есть еще там полта Катарина. Вот. Но оно такое немножко с кислинкой. Может быть, кто-то любит такое. Нет. Он только юхломокка. Так. Дальше мы с вами идем. Посмотрим. Это замороженные тут булочки, пирожочки. Такое сакое. Ну, а мы с вами, конечно, торты. Торты посмотрим, да? Тортики. Тортики. Вот я люблю вот этот марабы. Марабой тортик. Если я покупаю, когда всегда ко мне кто-то приезжал, Настюша, или какой-то праздник у меня, да, я всегда покупала или такой, или вот такой вот тортик. Вот красный. Вот этот вот. Мне нравится. Вот этот вот нет. И вот этот зеленый. Это Нина любит. Вот этот. Это обычный бисквит. И вот этот такой вот, как вам сказать, из сахара такая сверху вот эта вот сделана штука. Мне не нравится. Никак не нравится. Вот. А вот эти тортики, да. Тортики эти отличные. Вот. Так что, знаете, у каждого свой вкус. Поэтому каждый под себя покупает. Здесь всякая такая замороженная. Здесь картошки заморожены. Тоже иногда покупала. Когда работала особенно, знаете, другой раз вот так вот еду с работы со второй смены. Ну, Юра меня всегда встречал. Спрошу, говорю, что там у нас есть, что-то в холодильнике. Если я утром ничего не приготовила, он там скажет, вот, да, давай заедем что-нибудь купим. Вот тут тоже эти тортики. Это вот с черничным, с черничным вареньем. Потом киноский, это карамель. И это, это с чем? С мандаринами, что ли? Нет, такой нет. Вот такой вот. Может быть, вот такой. А такой нет. Видите, там подножка вот эта вот такая, как вот рождественские печенья с корицей. Называется Йолу как у нас. Или Йолу кекси. Вот они с корицей. Я не люблю такой вкус. С корицей. Вот. Тут всевозможные орешки. Ой, у меня орешков полно всяких. Я когда у Настюши была в конце мая, вот как раз месяц назад, 31 мая я была у Настюши, сегодня 30 июня. Месяц прошел. Так быстро все пролетело. Прямо аж не верится, да? И вот. Такие тогда у нее там оставались орешки. И кешью орешки, и лесной орешек. Ну, такой чищенный. Бедные цветочки. Видите, они так уже стоят здесь плохого вида. Вот. Вот эти вот я не люблю. Цветочки. Орхидеи. Я не люблю их. И они меня не любят. Сколько я и себе покупала, и дарили мне. И они у меня не... Вот отцвели, и сразу надо выбрасывать. Они у меня потом второй раз не цветут. Вот алоэ. Алоэ хорошая вещь. Можно выращивать. Вот этот цветок мне нравится тоже. Вот. Ну, вообще же я это сама люблю. Вот я люблю хризантемы. Желтые. Это я люблю. Это мои цветы. Мне, кстати, надо купить... Надо сначала у Нины спросить. Может быть, у нее есть... Мне надо... Буквально две столовые ложки земельки. Чтобы маленький там вот этот картусенок, который я у Настюши забрала. Мне его надо пересадить в побольше емкость. Но если уже у Нины нету, то тогда купить. Но только же не такой мешок делаем тут. Показать вам. Вот. Видите, такой вот мешок лежит с землей. Мне зачем там 10 литров или 20 литров? Мне зачем столько? Мне надо литр, я бы подсыпала в свои цветы остальной. Вот такие, видите, композиции. Свечка, подсвечник, ангелочек. 7 евро. Вот. Это на Пасху такая композиция. Такие всякие разные. Ну, вот мы с вами тут прошлись. Сейчас я уже буду выходить. Я ничего не купила. Я была в аптеке. Я потом дома вам покажу, что я купила в аптеке. Ну, обычные свои лекарства, которые я покупаю. Поэтому давайте. Пока. Но я с вами не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok.